ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Съесть шоколадку и зайти обратно в метро Это было 12.30 или 12.40 Ну, примерно в такое время Подошел сотрудник ОМОНа И забрал меня для выяснения личности Меня загрузили в автозак И, наверное, полчаса мы там посидели Потом нас привезли в РОВД И в РОВД мы пробыли, наверное, до 9 часов вечера У меня есть доказательства, что я в час дня был на Академии наук Только не так, как решил судья, что я был в 2 часа дня, когда там проходил митинг Он успел сбросить смс, это было 13.00, начало 2.00 Но по протоколу идет время, что он был задержан в 14.20 Ну, у меня спросили, есть ребенок, да Я говорю, у меня есть ребенок, который живет со мной, а не супруг Я его один воспитываю Наверное, поэтому мне выписали штраф Который больше моей зарплаты Ну, чтобы я мог спокойно жить и воспитывать ребенка дальше Вот с мужчиной был, ему 10 суток дали Он вообще, я работаю таксистом Ехал, остановился на Сурганово Зайти в магазин, купить продукты Ну, и все Судили меня тут, в першамайском суде И призначили до выплаты штрафу по мере 10 базовых вылечений Затремали меня на утеках от людей в черной вопроте Инспектора ДПС Далей, для высветления, что со мной рабить, меня привезли у першамайской РУС Где уже складали протоколы по 23-4 Чекали до самого вечера Уже тех, кого везли на Крестяна Отпустили опушнями Всех, кто был в спортивной зале, вывезли автобусами И неде, а в 7-й године вечера Только повезли нас на Крестяна Меня задержали люди в штатском Я просто попросил у них удостоверения Удостоверение мне показали Я убедился, что это сотрудники милиции Проследовало за ними Они меня доставили от Богдана Хмельницкого За кинотеатр «Октябрь» Там пересадили во второй транспорт Из второго транспорта меня уже доставили в Советское РУД Где содержали, составляли протокол А потом провезли на Крестяна в изолятор Ты же заведешь, что тебя... Еще один момент Да, в свидетелях выступали не те люди, которые меня задерживали А по протоколу именно они тебя задерживали? Да, по протоколу меня задерживали и другие люди То есть меня задержали одни А свидетелями выступали те, в тот транспорт, в который меня пересадили Просто кто-то неудачно вышел из магазина Кто-то вышел из метро, спускался по Богдана Хмельницкого К улице Куба Колоса И точно так же были задержаны Я шел по улице Батана Хмельницкого Точнее, еще не шел Я только завернул Все равно на улице Батана Хмельницкого И они подошли сотрудники То есть подошли люди в гражданском Ждали мне под руки И сказали, что я похож на преступника И меня повели к машине То есть я сначала возмещался А когда подвергли к машине Я увидел, что машина и без номеров Тогда же начался представляться Почему я должен садиться в машину А где номера, почему А где милицейская машина Если вы сотрудниками есть А почему Где вы милицейская машина Естественно Мне ничего разумительного Ну, показали какой-то документ какой-то, показали Но Заливение в машину На машине Отвезли меня кезатору Октябрь А там меня пересадили в другую машину Тоже белый бусик Я не обращал внимания Так уже глобально Тот продавал с номерами И уже оттуда меня отвезли На переулок по ползе 3 В Советскую РВД А там меня уже продержали Нас продержали Просесть, наверное, 11 ночи До 10 Ну, не помню Примерно, я говорю, да Где-то до 10 И отвезли потом на крестце Меня зовут Королева Жанна Михайловна Я мама задержанного Королева Артема 95-го года рождения 25-го числа Они вместе с своим приятелем Юрием Пучило Шли по проспекту независимости В районе 66-го дома Прошу заметить Это четная сторона Проспекта независимости Их задержали Их задержали примерно в 12 Сколько? В 12.30 По заявлению свидетелей Со стороны ОМОНа Которые якобы их задерживали Они их задержали в 14 Чем-то, да? В 14.40 И возле Возле октября кинотеатра Это не четная сторона Проспекта независимости Несмотря на расхождение Абсолютное расхождение Показаний Со стороны нашего свидетеля И со стороны свидетелей ОМОНовцев Все равно судья принимает решение О 13-ти сутках задержания Ведь это клевета Самая настоящая Мы когда стояли на улице Лизом к стене Просто Мы там стояли долго Ну, наверное, часов 7, что ли Шел дождь, снег Никто не обращал внимания Ну, на тех же условиях Нельзя было никуда сходить Ну, в туалет пускали, конечно же Ну, не более того Вот Затем нас по одному вызывали Просто переносили какие-то списки По одному вызывали в РОВД И уже там что-то делали Ну, отдельно По какому критерию Отбирали тех, кто Кого повезут в СИЗО А кого нет Я не знаю Зараз в суде Советского района Разъедается 13 человек Частку людей Подвергается погнанию Выгоду штрафа А частку арештовываются Вот И у него Кулаков, например Это рекордный термин 25 суток Есть уражение, что затриманного Мишмат было Выпадковых людей Якие не удельничали В митингу Якие там шли по своих справах Гуляли И были затриманы Супорционниками АМАП, АЛЬБО Некоторые затримывали Цивильно Нам сказали, что нельзя пройти Мы развернулись Я достала телефон Подбежали Меня под руки И гусью садили Это ужасно Я в жизни такого не переживала Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok